На минувших выходных по улице Комитетской произошла авария на водопроводе. Из-за сильных для ноября морозов вода мгновенно превратилась в наледь. Проехать по небольшому участку дороги получается с трудом, а ведь только недавно жители улицы не могли нарадоваться на новое дорожное покрытие. Несколько месяцев водителей и пешеходов радовало новое покрытие дороги на улице Комитетской. Но с наступлением холодов все изменилось. Трубу прорвало в начале улицы, и от этого образовалась серьезная наледь. Четыре дня службы города не реагировали на эту проблему, а ведь автомобилям стало не просто проблемно проезжать этот участок дороги, но и опасно. То есть эта наледь может спровоцировать ДТП. Да и жители выражают опасение, что новое дорожное покрытие придет в негодность. Виновных тут навряд ли найдешь. Почему? Потому что, ну, система водопровода старая. Еще, будем говорить, с советских времен. Поэтому рвет что тут, то там, то в серединке Комитетской, то в начале Комитетской. А так дня два-три, нет, дня четыре назад. Шел небольшой ручей, то есть прорвало, опять же, систему водоснабжения. Вот, и никто на это не обращал внимания. И только спустя где-то три дня, пока она текла, пока образовались вот такие горы льда, и нельзя стало проехать машинам, стали ездить по тротуару. Кто-то позвонил, скорее всего, потому что служба водоканала, она вряд ли сама сообразила приехать. Позвонили, сообщили, ну, сигнал, отреагировали быстро. Сотрудники ТСК устранили течь из трубы, однако наледь остается до сих пор. Счищать ее пока не планируется. В телефонном разговоре директор Тамбовского филиала акционерного общества Тамбовская сетевая компания Юрий Ножкин сообщил, что вопрос о счистке наледей будет рассмотрен совместно с ООО благоустройства в четверг, 24 ноября. Владимир Иванов, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказыва.